Из тех данных, которые сейчас РФ предоставила в международной организации, она имеет на борту 306 подтвержденных случаев заражения вирусом, 1 погибшего и 12 выздоровевших. Вроде бы статистика очень бодрая, но в это как-то слабо верится по двум причинам. РФ имеет сухопутную границу с Китаем и очень плотное авиасообщение, которое организовано не только через столицу, но и через областные центры. Кроме того, Сибирь и Дальний Восток уже очень плотно заселены китайцами как в обычных городах, так и в отдельных анклавах, которые РФ отдала Китаю в концессию на 50 лет. Это значит, что по структуре размещения в РФ китайских граждан, Московия выглядит даже более опасно, чем Италия. Но в Италии вон что творится, а в РФ – тишина. По нашим данным, просто сегодня в Питере внешне все выглядит как обычно. Все, что было открыто в выходные, открыто сейчас. Нет никаких ограничений транспорта и прочего. Из Ростовской области сообщают примерно то же самое. Никаких заметных мероприятий не выявлено. Школы закрыты на каникулы, а о возможности введения карантина ходят лишь смутные слухи. С другой стороны, идет лавина сообщений о том, что на самом деле там ситуация уже очень тяжелая. Не стану давать ссылки, но еще в конце прошлой недели некто Навальный говорил о том, что у него есть информация из регионов, которая похожа на нарастающую катастрофу. В сети появилось видео, на котором президент Беларуси Лукашенко в беседе с чиновниками говорит о том, что премьер-министр Московии по телефону сказал ему, что в РФ пожар и что ситуация крайне тяжелая. Закрыла границы с Беларусью. Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто должен от кого закрываться? Россия не завирусила нашу Беларусь. Как вчера сказал премьер России, у них пожар. Не все в СМИ давали, у них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы то чего боитесь, Беларусь? Причем говорил он о теме закрытия границы со стороны РФ и пояснял своим чиновникам, что оно может и к лучшему, а разговор просто вспомнил в тему. Ну и местные жители присылают из РФ довольно интересные материалы, которые сами они трактуют как очередь в приемное отделение 2-й клинической больницы города Москва. Если бы в очереди стояли люди, то можно было бы это назвать чем угодно. Только вот на видео другая очередь. Искарет скорой помощи. Желающие могут самостоятельно посчитать их количество по ссылке под этим видео. Кроме того, финансовая пресса РФ публикует сообщение о том, что крупнейшие российские компании, такие как Газпром, например, жестко переводят своих сотрудников на дистанционную работу и даже имеют планы закрыть ряд своих подразделений в случае ухудшения обстановки. Показательный момент. Именно пресса дала информацию, что Газпром оставил своих сотрудников, работающих на газовых промыслах Ямала, на вахте, что делается в крайних случаях. То же самое сделала и дочка, Газпромнефть, оставив на вахте своих нефтянников в Тюменской области. Это уже известно не из СМИ, а по другим каналам. То есть Газпром, и не только он, действует совсем не так, как действовал, если бы данные, которые РФ предоставляет международным организациям, соответствовали действительности. Одна умершая бабуля и 300 зараженных на всю страну вряд ли бы стали основанием для таких жестких мер. Но если вспомнить, что высшее руководство этих компаний экс-сотрудники ФСБ с большими звездами на погонах, то можно понять, что они руководствуются другой информацией, которая недоступна для простых смертных. Отсюда возникает вопрос о том, могет ли там быть, чтобы там было сразу две реальности, на что мы беремся ответить утвердительно. Не могет, а могет. И для этого приведем один, не очень хорошо известный у нас эпизод совковой истории. Нет, не Чернобыль. Лет за 20 до начала войны с РФ судьба занесла меня вглубь территории противника, при этом пришлось присутствовать на импровизированном Перу, где были джентльмены намного старше меня. И самую простую должность из всех них занимал директор одного из интересных заводов, остальные были или на пенсии, или на более серьезных должностях. Попал я туда благодаря коллеге, который знал некоторых из них, и если бы не он, мне бы никогда не удалось попасть именно в такой формат компании. Люди были старой закалки, очень много пили. Поскольку на меня категорически более молодого участника компании никто внимания не обращал, они не увидели, что я не пью, и оказался самым трезвым в момент, когда у публики начали развязываться языки. И вот там я впервые услышал, что в Совке была сеть предприятий, основной продукцией которых было биологическое оружие, а что-то другое только для прикрытия. Понятно, что сами предприятия были не в структуре Министерства обороны, а размазаны по другим министерствам и ведомствам. Но тем не менее это были режимные объекты, о сути которых многие даже не догадывались. Они рассказывали разные забавные истории, от которых волосы вставали дыбом. Но это все разговоры пьяных мужиков и не более. Единственное, что стало ясно наверняка, так это признак, по которому такой завод можно было найти. Большая их часть в своем названии имела определение биохимический завод или комбинат. Есть большая доля вероятности, что комплекс, который можно наблюдать при въезде в Абухов со стороны Киева, с левой стороны от дороги, как раз такое предприятие. Его просто не успели достроить до развала Совка, а запусти его в работу еще тогда, Киев получил бы себе такую достопримечательность, а земля в Кончезаспе не стоила бы ничего. Толстосумы, живущие где-то там в своих особняках, даже не подозревают, что живут рядом с недостроенным заводом по производству бактериологического оружия, вернее, боевой начинки к нему, начинки для бомб и ракет. Но завод так и не ввели в эксплуатацию, а потому он стоит немым памятником биологической войны. Совок со времени своего создания не скрывал планов захвата всего мира и называл это «мировой революцией». Эту идею исповедовали теоретики большевизма Ленин и Троцкий. Они считали, что мировой пролетариат ждет момента, чтобы освободиться от гнета капиталистов и построить свое справедливое государство. В свою очередь это была надстройка на теорию Карла Маркса о классовой борьбе и неизбежности коммунизма как следующего уровня эволюционного развития человечества. В самом начале Совка большевики считали, что достаточно только небольшого толчка, чтобы пролетариат стал действовать по Марксу, но вторжение в Польшу стало холодным душем для большевиков и теорию пришлось менять. Оказалось, что Маркс был не прав, никакой эволюции или естественного хода развития человечества в направлении коммунизма не было в принципе. И сами по себе пролетарские революции как-то не возникали. И уж тем более, их вовсе не было в странах, которые Маркс определил первыми для этой роли. Ни в Англии, ни в Германии никаких пролетарских революций не случилось и вообще пролетариат был озабочен другими проблемами. Более того, и теория Ленина-Троцкого о легком толчке тоже не сработала. И тогда Сталин пришел к выводу о том, что мировая революция может возникнуть только из мировой войны, как это и случилось с Совком. А раз так, то надо готовить такую войну и готовиться к ней. Тридцатые годы как раз и были посвящены подготовке к войне. Мы об этом писали не раз, но в ходе этой подготовки велись активные работы по созданию химического и бактериологического оружия, которое планировалось широко использовать в ходе боевых действий. На самом деле работы было много и она была непростой. Надо было создать агенты, легкие в производстве, относительно безопасные для собственных военных и разрушительные для врага. Кроме того, активные агенты должны быть устойчивыми к температурным режимам хранения и при этом не терять своих боевых свойств как можно дольше. В это время велись активные работы по созданию нужного вида сибирской язвы, которая тогда считалась наиболее удачным вариантом для применения именно в боеприпасах, поскольку она не нуждалась в промежуточных носителях типа Блох и могла применяться прямо. Но, насколько можно понять из открытых источников Совкам, не удалось получить оптимальный вид сибирки до войны, а потом было не до этого. Прорыв именно в области создания нужного вида сибирки произошел в 1946 году. По словам занимавшегося в этой системе человека, известного как Канаджан Алибеков, ныне Кен Алибек, во время короткой военной кампании против Японии в Манчжурии, прошедшей в 1945 году, красноармейцам удалось захватить базу отряда 731 знаменитого генерал-лейтенанта Сиро Исии, где проводились исследования боевого применения биологического оружия. Там были лаборатории и полигоны для испытания боевых биологических агентов на людях. Именно там и была захвачена коллекция боевых биологических материалов и оригинальный образец сибирской язвы, имевший название «Сибирская язва-836». Он оказался наиболее технологичным в производстве. Споры сибирки довольно просто было получать в нужных количествах, и потом они не теряли своих боевых свойств при высушивании, измельчении до состояния порошка и последующего хранения как в контейнерах, так и в боеприпасах. В общем, это было именно то, что можно было пускать в производство. Со слов Алибека, этот вариант сибирки и был запущен в производство, в частности, на биохимическом предприятии в городе Светловодск, ныне Екатеринбург. Предприятие находилось в промзоне города и ничем особенным не выделялось от других заводов и фабрик, находящихся рядом. Но если бы посторонний попал внутрь цеха, то обнаружил бы фантастическую картину. Все входы и выходы имели герметичные шлюзы, а сотрудники там находились исключительно в скафандрах биологической защиты, проходя процедуру обеззараживания каждый раз, когда покидали операционную зону. Правда, такой наблюдатель долго не выжил бы, поскольку там как раз испаряли питательный раствор, в котором разводили споры. Понятно, что все, что можно было считать жидкими, твердыми или газообразными отходами, проходило тщательную обработку или фильтрацию. Все процедуры были регламентированы и подлежали неукоснительному соблюдению. И понятно, что пропускной режим там был организован под руководством КГБ. Все внутренние процессы были под грифом «совершенно секретно» и тоже контролировались соответствующими сотрудниками конторы. В общем, все было серьезно, как на ядерном или ракетном производстве, но как мы помним по недавней практике, даже на ракету орбитального класса могут поставить датчик задом наперед или просверлить лишние дырки. Это уже культура производства, которая или есть, или ее нет. И страхом тут мало что решишь. Рано или поздно будет сбой. В любом процессе, где нужен фильтр, время от времени его следует менять. Так было и в системе вентиляции на этом предприятии. По окончании очередного цикла производства оно было остановлено и проводилась необходимая профилактика. В частности, понадобилась замена одного из фильтров вытяжной вентиляции. 30 марта, есть данные, что это произошло чуть позже, в начале апреля, техник извлек один из фильтров уже в конце смены и доложил об этом по команде, что следующая смена должна вставить в систему новый фильтр. Начальник смены полковник Чернышев, получив этот доклад, обязан был внести его в журнал учета, чтобы новый начальник смены мог начать работу с того места, где была она закончена предыдущей сменой. Алибеку не было известно, по какой причине Чернышев упустил этот момент и не внес в журнал запись о необходимости установки нового фильтра. В результате был запущен новый цикл производства, но вытяжная вентиляция уже выдавала во внешнюю атмосферу воздух, содержащий споры боевого вида сибирской язвы. Отсутствие фильтра обнаружили через несколько часов и устранили выброс отравы наружу. Но было поздно, ветер унес споры на территорию соседней керамической фабрики и заразил рабочих, в основном мужчин, работавших в ночную смену. Практически все они умерли в течение недели. Смертность этого вида сибирки 85%, так что у того, кто вдохнул эти споры, шансов почти нет. Есть специальные процедуры с применением препаратов, которые не дают заразиться именно этим видом отравы, но они эффективны при применении до инфицирования, а уже после бесполезны. Такой обработке подверглись работники биохимзавода, но соседи пали жертвой боевого вида сибирки. С момента обнаружения утечки никто и ничего не предпринимал. Было решено посмотреть, будет ли кто-то поражен или все обойдется. Но когда стало понятно, что процесс пошел, были оповещены городские власти, а весь район оцеплен войсками. Местным жителям пояснили, что кто-то из торговцев на черном рынке продал некачественное мясо и его остатки съели бродячие собаки. В итоге все собаки в округе были уничтожены, все торговцы посажены в тюрьму, а место подверглось тщательному обеззараживанию. Но и оно проводилось не очень удачно, и зараза вышла за кольцо оцепления. К счастью, в воздух попало минимальное количество сибирки и в итоге количество жертв едва превысило 100 человек, по одним данным 105, по другим 108. Тем не менее, в километре от этих мероприятий шла обычная жизнь и большая часть жителей города даже не подозревала, что происходит в нескольких кварталах от них. Алибек выпустил книгу «Биологическая угроза», в которой изложил свою версию этой катастрофы. На одной из встреч президентов Буша и уже РФ Ельцина, первый задал вопрос о том, было ли это на самом деле и существуют ли такие фабрики сейчас. Фактически Ельцин дал утвердительный ответ, просто сказал, что он не вникал во все подробности. Но что такое было, подтвердил. Тогда было принято совместное решение об уничтожении этой дряни и вроде бы как она действительно стала уничтожаться. Но сейчас ходят упорные слухи, что где-то опять выпарывают споры Сибирки из питательных растворов. Но вот что важно в нашем случае. С тех пор прошло более 40 лет, а почти никто не слышал об этих событиях и даже нынешние жители Екатеринбурга не в курсе дела. Москве удавалось скрывать и не такие масштабные происшествия. Просто этот случай мы привели, потому что Сибирка и коронавирус – биологические агенты, и возможно, что последний тоже искусственного происхождения. Но вот что можно говорить наверняка. Нынешний РФ – это не слишком удачный слепок совка. И то, что там безусловно замалчиваются масштабы любой катастрофы, не подлежит сомнению. А тем более, когда речь идет о таком нужном Путину референдуме. Да, он допустит, чтобы пол страны вымерла, но чтобы добиться своего. Бабы еще нарожают.